Добрый вечер. Если теперь анализировать заявление Байдена, что меняется? Вот. То есть сама формулировка очень-очень странная. МЛРС и Хаймарс и так далее передадут. То есть в этом никаких сомнений быть не может, передадут. Я напомню насчет заявлений. Говорили, что авиацию не передадут. Потом сколько же запоминается, что Су-25 поставляют и разобранные самолеты и так далее. Какая разница, как их поставляют? Разобранные и украины их собирают здесь? Или их представили бы собранными? То есть такие заявления дипломатические, то есть нужно понимать. То есть им нужно формально обозначить, что они не передают вооружение для нанесения удара по России. Что бы это ни означало. Потому что, опять же, даже артиллерия может нанести удар по России. Делать формальное заявление, в конечном итоге не снимать ответственности. То есть если какое-то то или иное оружие ударит по России, опять же, что бы это ни означало. Потому что, я еще раз подчеркну, это очень странная формулировка. То американцы скажут, ну мы их не передавали. Вот мы даже заявили официально. Но я еще раз подчеркну, что нужно подождать официальные все-таки. Не опираться на СМИ. В СМИ очень часто формулировки даже как-то не так. То есть системы, вот это все, удары по России. Но это очень странно звучит. Очень-очень. И, ну опять же, Байден не военных специалистов. То есть, сказать как бы своими словами, по России никто бить не будет в глубине, имеется в виду. То есть никто не будет бомбить Москву лишь такое. Но Украине не нужно бомбить Москву. Украине нужно эти системы для того, чтобы развивать контрнаступление. Уничтожать тылы, уничтожать узлы снабжения, уничтожать штабы, уничтожать логистику. Чтобы как раз можно было развивать свои контратаки. Теперь, допустим, мы предположим даже, что они не передадут самые дальние припасы, которые к этому есть. То есть я напомню, что для МЛРС и Хаймарс, там же разная номенклатура боеприпасов. Так вот, они не передадут тех, которые на 300 километров бьют. Но нам хватит тех, которые на 100. То есть там все боеприпасы, они больше и дальше, чем артиллерия. То есть там есть 70, 100, 150 километров. Ну и так далее, по-моему, 170 есть. Ну, то есть опять же, это формально сможет быть. Мы не дадим тех, которые 300, но дадим тех, которые 150, которые 170 или 100. Этого более чем достаточно для того, чтобы как раз перейти в контрнаступление. Но я напомню, что и Зеленский, и Подоляки, и остальные из руководства страны подчеркивали, для чего эти системы нужны. Они не говорили, что они будут там бомбить Курск или что-то такое. Они говорили очень четко, что это нужно для развития контрнаступления. Поэтому эти системы передадут, у них никаких сомнений нет. А что означала вот такая формулировка, очень странная, еще раз подчеркну, мы увидим в ближайшее время. То есть можем ожидать, что это относительно протокольно, да? Украина говорит, что мы не будем. Америка сказала, что мы и не даем для того, чтобы бить по России. Мы не входим в войну, не вступаем. Вот как НАТО говорит, чтобы конфликт не вышел за границы Украины, да? А на самом деле все может быть. И пока сеять потери и печаль не надо. Да, конечно, протокольно. Но то есть мы узнали по факту, что Су-25, разобранные МИГи, запчасти сюда попадают. А официально что заявлялось? Что авиации не будут передавать. Ну то есть нужно четко делить на два то, что в СМИ заявляется, и дипломатические заявления. Ну просто простой пример, как это работает на уровне дипломатии. Часто говорят про оружие наступательное, оборонительное. Это уже стало таким чуть ли не... Очень избитой фразой это стало. Так вот, ну я как военный скажу, что для военных не существует деление оружия на наступательное, оборонительное. Любое оружие и оборонительное, и наступательное. Вот. Поэтому такие заявления, они дипломатические. Для того, что если скажут потом, ну к условной стране предъявят, почему вы дали оружие, которое там для наступления, они скажут, нет-нет, мы не давали для наступления, мы их давали только оборонительное. То есть это больше для электората, для избирателей, для дипломатического дыма и так далее. Такие заявления делаются. Вот. То же самое может касаться вот этих систем. То есть, да, мы не дали какие-нибудь тактические ракеты, которые могут нанести удар по Москве. Ну, зато дали МЛРС и Хаймарсы, как бы. Вот это может означать буквально, фактически. Упомянутый вами, да, Подоляк, советник, руководитель Офиса Президента Украины, он фиксировал то, что страшный войн о болотах. Даже то заявление еще неофициальное о том, что Америка утвердила передачу МЛРС и Хаймарс, возможно. Это был страшный войн о болотах в России. Они, ну, я спрашивал, повторю даже эту формулировку. Так вот, армия с ядерным оружием, вторая в мире, такая из себя вся, все исполняется. А тут сразу война о болотах. Почему испугались? Чего испугались? Очевидно, что... Нет, здесь не... Речь идет... Ну, то есть, он говорит там про оружие возмездия, то есть, как бы, намекая. Но это не вопрос о бондировке городов в России. То есть, он не это имел в виду, на самом деле. Он имел в виду как раз то, что это оружие позволит эффективно развивать контрнаступление. Как я еще раз подчеркну, такие дальнобойные системы и точные. Они не просто дальнобойные. То есть, там даже вот эти ограниченные снаряды, которые не на 300 километров, ракеты практически, они тоже очень точные. То есть, эти системы, они этим славятся. Так вот, они позволят уничтожать, опять же, логистику, чтобы узлы снабжения и так далее. То есть, они позволят полностью разваливать тыл тем группировкам ВСРФ, которые уже в Украине находятся, и позволить Украине развивать контрнаступление на благополучных, более удачных фундаменте развивать это наступление. Так вот, про возмездие он это имел в виду. То есть, это нанести удар по ВСРФ, двигаться вперед, заблуждать территории. Почему Россия так сильно этому противится? Потому что они понимают, что если это оружие окажется на поле боя, это большой перевес на чаше весов в сторону ВСУ будет. Да, артиллерия, например, которую нам передают, она важна, она нужна, она по многим показателям превосходит советскую старую артиллерию. Это так. Но часто в вооружениях бывают такие виды вооружений, которые кардинально меняют ситуацию на поле боя. Вот к ним относятся вот такие вот системы, как МЛРС, например, с этими снарядами. И в силу своей точности, опять же, и дальности. Дальность почему важна? Потому что в артиллерии существует понятие контрабаторейной борьбы. То есть, вы наносите удар, вычисляют и наносят удар по вам. Поэтому часто артиллерия, она мобильная, скажем, колесная на колесах, чтобы менять свою диспозицию. А эти системы, даже, опять же, без тактических ракет, которых известны 300 километров, даже 100 километров, это позволяет вам комфортно воздействовать на артиллерию и на другие объекты врага, не находясь в зоне поражения. Это и создает у нее большой такой перевес на поле боя. И еще точно воздействовать, я подчеркну. Ну вот продолжая тему пополнения нашего арсенала, какие заявления еще прозвучали. Сначала информация, потом к вопросам. Словачина передасть в Украине 8 самохидных артиллерийских установок «Зузана-2», которые имеют калібр 155 мм и далекобийность до 40 км. Про это официально оголосил министр обороны Ярослав Най. Він зазначил, что украинские артиллерии уже освоят эти машины. Виробничество «Зузана-2» в Словаччині было распочато налагоджено в 90-х роках, а оця другая – это уже модернизована версия этих так званых «Саушок». Краина стала планомірно замінювати свои старые машины на новий торік. Зазначу, что постачание «Зузана-2» поповнивает украинское військо еще однией артиллерийской системой 155-мм после М109, Цезарев, Крабьев, М777, ФН70. Ну и в будущем очевидно, что же «Панцергаубис-2000». Одночас Чехия готует новую постачу зброи в Украине на понад 24 млн евро. Про это рассказала министр обороны Яна Чернохова. «Загалом, с початку повномасштабного вторгнення ми надали Україні кілька пакетів допомоги, зокрема танки і вертольоти, а також військову техніку на суму понад 3,5 млрд крон», сказала чиновниця. Ну і щодо згаданих якраз Цезарів, то Катрин Колонна, новопризначена міністерка закордонних справ Франції, яка сьогодні в Києві теж в Києві оголосила, що будуть іще цією зброєю нам допомагати. Ото тут у цьому цій інформації тут у нас зараз переважала артилерія і нова артилерія, яка буде надана. Її з цього всього списку озвученого, що найбільш дієве? Чи можна такий перелік якось розтасувати це? Я б не відказувався від советських систем, але це добре було змечено, що вже більш-більш список номенклатур фактично військових військових піднатовський калибр. Артилерія – це не просто так в прошу назвали богом війни, і ми посмотрим на, якщо на цю війну, то 80% всіх ранений – це осколочна якраз від артилерії. Т.е. артилерія, она позволяет взламывать, вскрывать линию обороны врага і позволяет прорвати вам його. Ну, конечно, техника тяжелая в тому числе, але без артилерії це невозможно просто. Мене сложно представити контрнаступлення без артилерійських систем. Ну і речі, конечно, ще йдет не о штучних каких-то екземплярах. Нужні десятки, сотні стволов оруди. Це хороша нова, насправді. І Сюзанна, і Прецезарі передадуть всього, це стало известно. От продовжуючи, власне, Україна вже уклала практично всі угоди щодо постачання озброєння, але на їх виконання потрібен, ну, відповідно, певний час. Таке сьогодні говорила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що процес постачання зброї є тривалим, а для транзиту озброєння територією інших країн потрібен дозвіл, зазвичай на найвищому рівні. Також зазначила, що наразі треба набратися терпіння. За словами Маляр, скільки практично всі угоди укладені, а українська сторона розуміє, з якою ритмічністю і коли буде постачатися зброя, згодом Україна отримає паритетний рівень у боях. Говоря о паритете или о такому вже ощутимому присутствіі оружія на фронте, наш главний разведчик в одному із своїх интервью последніх говорил, що в августе буде определенне количество зброї, оружія, коли можна буде вже говорити о якому-то смені, переломе в війні. Маляр сегодня сказала, що набратися терпіння, ми понимаємо, коли що приєдет, треба ще подождати. К августу, по вашим оцінкам, реально дождатися цього паритета или даже, може, вже такого усиленого паритета? Да, Буданов говорил про це, про август. Тут, смотрите, такая вещь. Делай наскільки рівсовому оружію, воно йдет, воно буде. І навіть, неспоція на всю цю волокиту, і часто заморочки бюрократичні, заявления і так далі, дипломатичний дим, воно йдет, буде і прибудет. Проблема в другом – підготовка. І підготовка не тільки персоналу для артиллерії, а й підготовка частей, які перейдуть в контрнаступлення. Це і пехотні части, це бродні части і так далі. Танки поставляють, в тому числі Т-72, наприклад, передають. Так вот, це ремонт всього цього, це підготовка всього цього. Тобто контрнаступлення – це не пару кілометрів, це не десятки, це сотні кілометрів, движення. Це налажено логистикою. У України є резервний корпус, у України є резервні части, які она формирує сейчас і підготавливає. Коли речі йдет о сроках, тут речі йдет нискільки не о ружі. Хоча, да, це важливо. А о підготовці. Нужна підготовка. Тобто, коли звучатся такі сроки, як і лето. І, в принципі, якщо нічого не відбувається, я не вижу причин, чому це не може случиться. Ми видим, що зараз у нас було успішне контрнаступлення під Харковом. Фактично врага були вборжен. Ми видим, що на Харковському направлі теж розвивається щось контрнаступлення. Це офіціально вже заявлялося. Ністільки це успішне чи неуспішне. Але, як докладываючи, успішне, тому що є освобождені населенні пункти. Буквально сьогодні Генштаб приапортовувало в очередному селі освобожденні. І це тільки про щепоня, треба розуміти. Це не генеральне ще якесь контрнаступлення. Тому все звісно підготовки. А поставка оружія, она якби йдет на фоні. Тобто споставляється нове оружіе і продовжується підготовка і слажування частей резервних. Ну, вот, продолжаю, якраз о юге і о направлінах поговоримо. І о упомянутому поселці. Це Миколаївка на Харсонщині, нагадаю, сьогодні штаб надвечір заявив, що відтіснились від нашого ворога. І через це навіть запанікували інші підрозділи окупантів, що всі ситуації зазвичай всім на руку. Коли ворог панікує, витискати його, в очевидь, легше буде. Так от, українська армія просунулася в середньому на 8-10 кілометрів на півдні на Харсонщині. Інформацію про контрнаступ підтвердили і в МВС, і у Харсонській обласній військовій адміністрації. Наступ України на півдні має на меті порушити окупаційні плани Росії. В цьому переконані експерти Інституту вивчення війни. Там наголошують про повну деокупацію всієї області поки що не йдеться. Втім, контратаки змушують армію расистів перегруповуватися і перекидати підкріплення. Ну, насправді, ці небольші контратаки, це такий тонус для врага, щоб не слишком привыкав, хоча там вже були заявлення о тому, що мало ли не третю линию оборони вони там готовять. На цьому напрямі, деблокаду регіону, контрнаступлення, ну і, кстати, потім, виход на границі Крима і далі к Криму. Кіні перспективи возможні? Такий момент. Действітно не якісь такі дуже больші наступні, але такі небольші контратаки, вони просліплюють таку цю. Отже, сковати врага, заставити перебросити до резерви. Тож, навіть, якщо ви уверені, що, залося, ваша оборона відримується, ви будете перекидувати резерви, на всякий случай, тоді, по-воєнному іскусстві. Якщо ці резерви є, тож, що ест перекидувати? Значить, їх ми перекидувати, на тот, якийсь, ну, например. Во-первых, во-вторых, они действительно пытаются строить глухую оборону, чтобы эти территории удержать. Такие контратаки взламывают, не дают им нормально наладить коммуникации. Это второе. И третье очень важное. Такие контратаки, их же несколько, это прощупывание. То есть там, где в конечном итоге оказывается, выявляется, что оборона врага была слабой, где он посыпался, где как раз у него боевой дух оказался никаким, или где резервы не смогли перебросить туда, или не успели достигнуть, там развивается дальше успех. То есть контратаки, как происходит? Вы создаете много точек давления, сковывающих, отвлекающих. В конечном итоге наносите главный удар. Мы не знаем задумки Генерального штаба Украины. Возможно, сейчас вот эти контрнаступления, про которые говорят на юге, это прелюдия, предтеча к большому контрнаступлению, которое готовится. Это хорошо, что мы не знаем. По-кульски массовым должны знать ни мы, ни врага, ни кто иной, прям и Смогинстюга. Даже боицы на местных не должны этого знать, только командиры вышестоящие. Так вот, вот эти три момента преследуют вот эти контратаки. Это не просто не давать врагу расслабиться. Чтобы не давать врагу расслабиться, можно просто его бомбить, артиллерии обстреливать. Дронами Камикадзе, там иногда авиация украинская прилетает и так далее. А контрнаступление, оно полностью меняет ход игры, так сказать. Потому что инициатива всегда находится в руках у атакующего. Потому что атакующий решает, где и когда начинается бой. Ну, это логично, он уже начал атаку, по сути. Почему любая оборона, она предписывает, что нужно переходить в контрнаступление после обороны? Как раз она с этой целью, чтобы занять инициативу, захватить инициативу в свои руки. Так вот, когда Украина начинает развивать эти контрнаступления на юге, как бы они ни развивались, она уже на 50% фактически контролирует всю ситуацию, потому что инициатива в ее руках. Она заставляет Россию перекидывать туда резерв, как я уже упоминал. Она заставляет Россию менять свои планы строить, не строить эти линии укреплений. Она заставляет вот эти танки Т-62 сконсервировать, про которые много уже говорили из России, перекидывать как раз на юге и так далее. То есть она заставляет врага реагировать на это, действовать реактивно. То, как он не планировал. То есть он не планировал Т-62 перекидывать танки. Он не планировал строить эти линии укреплений. То есть изначально он очень планировал брать Николаев, идти на Одессу и так далее. То есть, стоя на контракте такую, мы разрушаем планы врага, навязываем ему свою волю, свою инициативу. Вот это самое важное здесь. Ну и окончание вопроса было о Крыме. Военное освобождение Крыма в каком варианте возможно и возможно ли вообще сейчас? Сейчас нет, до Крыма это идти надо. Но я не вижу ни одной причины, почему нет. Я напомню, что Крым признан территорией Украины, в том числе странами, которые так или иначе поддерживают в той или иной степени Россию. То есть, он никем не был признан. И движение Украины по территории Крыма, это движение в своих границах, общепризнанных и так далее. То есть, если происходит развал и разгром в СРФ в Украине, армия сыпется, уходит. Россия требует сесть за стол переговоров, если не требует, а вот просит, потому что армия у нее разбита. То есть, я не вижу никакой причины, почему Украина не может туда войти, почему Украина не может двигаться. То есть, как раз упомянутый Гурданов, я ведь тоже про это говорил. То есть, это трещина дня схватит чужие территории, не вторжение куда-то там, не экспедиционный корпус посылает, не куда-то за границу. То есть, тут нет никаких ограничителей. Ну, Россия считает свои территории, ну и хорошо, пусть она так считает, но никто в мире не признал. Это же удовольствие и вывоза, и завоза грузов и так далее. Именно по этой причине, потому что сколько каких-нибудь этих крейсеров, если бы их было много, допустим, даже, не топили, опять же, никак не влияет на возможность России воздействовать на торговые суда, запереть фактически и так далее. Другой вопрос, что действительно, вот эта череда неудач, мягко говоря, на самом деле, удача Украины и успехов Украины на море, она к минимуму, минимально, к опасности высадки десанта под Одессой где-то российского, Бессарабии, например. То есть, такая опасность, конечно же, есть, особенно учитывая то, что Россия очень непредсказуема, как оказалось, после 24 февраля. Но это очень-очень, ну, шанс крайне маленький, потому что это будет неудача, провалим и разбором. Такая попытка высадки. Ну вот, от моряк, слушай, назад и к восточному направлению, информация передо всем. Напередодні, та, власне, сьогодні росіяни и далее штурмувались Северодонецк, проте підтвердженного просування не мали, принаймні, напередодні, і прогрес у них взагалі буде повільним, вважають в Американському інституті вивчення війни. Окупаційна армія на Сході України, яка раніше мала на меті захопити всю Луганську та Донецьку області, тепер майже повністю зосереджена на Северодонецьку. Також експерти певні, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька операцій одночасно, ймовірно, будуть ще більше знижувати пріоритети просування на південний схід від Дезюма та на захід від Лимана, акумулювавши сили на Северодонецьку. І, до речі, по обіді військовий РФ там обстріляли авто, яке їхало забирати десятеро людей з Луганщини. Загинув французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, повідомив керівник ОВА Сергій Гайдай. Із Луганщини, власне, ну, з тієї території, що ще контролюється на цей час, офіційно припиняють евакуацію, заявив ныні Гайдай. Говоря о Северодонецьке, вот, да, Лавров назаявлял, що тепер максимальний пріоритет – это Донецька і Луганська області, і як все міняється, да, каждую неділю нова цель, вот тепер она такова, але все ж, вот такой жестокий напор на Северодонецьк, вот, як будь-то був приказ любой целью, любой крові. Вот, почему так? Я не знаю, я скажу честно, потому что штурмовать города, там еще не только Северодонецьк, там еще Лисичанск, а он еще и на высоте, там еще и река. Ну, то есть штурмовать такие вот, такие точки, укрепленные в лоб, ну, это туристика, это глупость. Не пытались окружить, известно, что они пытались как раз перерезать трассу, Бахмут-Лисичанск, двигаться дальше, как раз Северский Донецьк реку форсировать именно с этой целью. Но у них это все не получилось, и, казалось бы, надо пытаться пригруппироваться, пытаться все-таки сделать это окружение, но нет, они пошли просто в лобовые атаки, просто на штурм. Ну, как бы, что ты скажешь, хорошо для Украины, хорошо для ВСУ, что они не учатся, что там такая глупость. Я, кстати, уже писал сегодня у себя, как раз в блоге, наверное, повторю, что я не удивлюсь, если такие вот крупные направления, там информацию докладывают на самом высоком уровне, возможно, даже Путину, и про города, конечно же, про Северодонецк. Его могли, да, сказать, спросил, то есть, как их там окружили, то есть, они побоялись ему сказать правду, что не окружили, что с трассы их выбили, что на реке были разгромлены и так далее. Ну, говорят, ну да, окружены или частично окружены, или вот почти окружены, вот еще чуть-чуть. И он говорит, ну так давайте закончим это, вот начинайте штурм. То есть, ну, не представляю, как там эти кадыровцы сейчас засветились в первых рядах, то есть, нам фактически чуть ли не вот гвардию царя послали в самых этих первых там рядах. То есть, то, что там кадыровцы засветились, меня наводит на мысль, и что действительно тут очень высокие эшелоны замешаны. И если они замешаны, то у нас получается действительно такая ситуация, что просто могли не знать, что окружения еще не существует, еще нет. То есть, я не думаю, что Путин сидит и читает отчеты Института изучения войны, там, антиамериканского, или смотрит карты, которые ведут какие-то независимые блогеры и так далее. Он все-таки официальные отчеты смотрит в свое командование. И я не думаю, что там, представляю, хотят каждый день ему список неудач и неуспехов. Вот, репертовать. То есть, да, атакуют в лоб, ну, посмотрим, чем все закончится. Украина ведь туда перекидывает свои силы, резервы, это не секрет, и не маленькие. То есть, контратакуют, в том числе, там. То есть, контратаки, это не только вот, когда мы просто идем и освобождаем территорию. Встречный бой, то есть, когда вы контратакуете, в то время, как враг атакует вас, то есть, вы в обороне, и, чтобы перехватить инициативу, про которую я упоминал, вы наносите ответные удары. Это происходит, в том числе и на этом направлении, как раз Попасно, Бахмут, Северодонецк, вот так вот. Если вспоминать какие-то предыдущие кампании России, параллели в такой тактике найдем? Ну, условно, там, Дворникова ведет себя так, как в Сирии, например, или еще какие-то версии? Нет, ну, эта война вообще не похожа на все, что было. То есть, мштаб и уровень увлеченности войск. То есть, например, опять же, если мы вспоминаем Дворникова и Сирию, то в Сирии ведь что происходило? Россия обеспечила поддержку с воздуха в основном. И плюс немного там работы спецназа, СССР. А пехота, это были местные все-таки, это был режим Асада, армия Асада. Пехота, ополчение, какие-то спецвойска, городские бои и так далее. Даже, кстати, многие ЧВКшники, ЧВК, там, тоже Вагнеров, Преславуты, упомянутые, они, сколько ни воевали, подготавливали как раз пехоту Асада. То есть, очень многие как раз вот ЧВКшники, они не сами бегали, это тоже было, известный как раз, разгром знаменитый, когда ЧВКшников, американцы пожгли с неба. Но они очень много выполняли работу как раз, как инструкторам подготовки. И у нас не было такого огромного салата, такого зоопарка частей. То есть, у вас, получается, была только там, ну, авиация, то есть ВКС, силы у вас была, Росгвардия, у вас были какие-то части, вот там, миской пехоты, ну, и у вас отдельно были ЧВК, которые на своей волне. А здесь мы видим, что у нас тут есть и наемники, и боевики, и кадыровцы, которые Росгвардия, и ВСРФ, и как раз вот боевики, это у нас и первый, и второй корпуса, где так называемый ЛНР, ДНР. Как всем этим управлять? Ну, у меня в голове это не укладывается. Не просто так упоминали уже много раз, что не могут обнаружить на поле боя вот каких-нибудь таких командующих общего такого бригадного уровня, которые вот все эти сборные солянки как-то централизованно командуют. Мы просто не наблюдаем этого, не видим. В многом неэффективность, неуклюжесть всех этих вот соединений, она условлена тем, что как раз куча командиров. Как ведь они это делали на себя? Как иметь информацию, обладать информацией только своей на местах? У нас ужасная там, у них, то есть у них там ужасная ситуация со связью, с коммуникацией. Это одно из самых важных вообще на войне. Коммуникация, связь, чтобы она работала максимально эффективно. Координация, естественно, и так далее. Вот, и это все в максимально ужасном состоянии мы наблюдаем, видим. Не просто так очень, ну, многие запаниковались, когда вышли к трассе, что вот все пропало и так далее. Но враг оказался бит. В многом оказался бит, потому что как раз вот эта нулевая координация. То есть не получается слаженно работать. Ну, хотя бы вспомним, опять же, попытку форсировать Северский Донец. Это же постоянно одно и то же. То есть они форсировали, их разбили. Они пытались опять навести мосты, их опять разбили. Ну, и чем это можно объяснять? Это нужно объяснять, например, тем, что одна из групп не знала, что разгромили вторую группу. Поэтому их били по частям. Вот так вот. То есть связь максимально ужасна. Поэтому сейчас они на окраинах города. И мне сложно представить, как они могут его взять, хотя бы частично не окружен. То есть связь есть с Лисичанском, например, у Севера Донецка. По-прежнему. Более того, и у Лисичанского, и у Севера Донецка есть связь с Большой землей. То есть брехи трассы удерживаются. Трасса пристреливается. То есть там опасно двигаться. Но она все-таки удерживается. Во-вторых, это не единственная трасса. То есть там еще дороги, еще пути есть. То есть фактически вот это смешно, потому что они много говорили о котлах и окружении. О большом котле, о движении со стороны Изюма и Юга, со стороны Булейполя. Потом о маленьких котлах. В итоге у них нет никаких вообще даже близких котлов. А там, где у них котел вроде бы, ну как-то вот так он врисовывался. Если бы они продолжали дальше воевать по военному искусству, они просто тупо в лоб. Они все равно пошли тупо в лоб. То есть в конечном итоге штурмуют город просто в лоб. Это просто сумасшествие какое-то. Ну, отрухачусь далее. И, власне, повертаючись до Киева, теж останними днями звучать почала информация, что может поновиться повторный наступ, відбутися росиям на Киев. И ось яка заява сьогодні звучала. Ознак подготовки російських військ для повторного наступа на Киев немає, но небезпека залишатиметься до перемоги Украины. Про это поведомил голова Киевской мейско-військовой адміністрации Микола Жирнов. Він зазначив, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ там немає. Але влада знає, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі. Жирнов зауважив, для повторного наступу необхідно створити велике огруповання військ, для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою технікою та матеріально-технічні засоби. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо, сказав голова ВЦА. А ще додав, українські захисники продовжують тренування, готують рубежі та позиції, будують оборонні споруди. Нагадаю, що якраз останнім часом російські ЗМІ стали ширити інформацію, що росіяни в разі успіху на Донбасі знову атакують Київщину. Ну, от, аналізуючи слова Жирнова, да, о том, що Брянська і Курська області не фіксується формування каких-то подразделений, ну, на контрасте, так сказати, сегодня заявлял курський губернатор, що наоборот, прибувають в регіон некоторые сили, щоб творческа робота і професіональна робота куриану, чи як там правильно по топониміки, продовжалась, щоб могли вони роботи. Тобто, якесь офіційне, не знаю, офіційне объявлення, що війська прибувають, це є, якраз в северний регіон. Такі офіційне заявлення роботи, то ж саме, як історія з Білоруссією, і постійно пугало, що вони можуть вступити війну. Для того, щоб Україна держала свої сили під Києвом, на севері, в Чернігівській області, в Сумській області, не перекидувала це все на Донбасс. Тобто, іменно с цією цією і вся ця істеріка разводилася вокруг Приднестров'я, напрямі, і якобы висадки, де-нібуде, з Виссараби і так далі. І Молдова, агресія в сторону Молдови і всі такі речі. Для того, щоб Україна держала свої сили під Одесі, на севері, під Києвом, в Чернігівській, в Сумах, то есть на границі з Білоруссією. І, очевидно, щоб вони не перекидували в Курську область, цього недостаточно для того, щоб не то, щоб Київ захвати і навіть окружити, то есть нужні великі сили. Вони в самих таких тепличних условіях, удачних для себе, 24 февраля, не змогли окружити Київ. То есть нехватало. Ще до того, як Україна змогла мобилизовуватися, до того, як ТРО встало на ноги, до того, як поступило воруження, у них не получилось даже близько це. То есть Київ не був ни дня под угрозою окруження даже. То есть там бои були у города. Да, були попытки, но так, що була прямо угроза, що прямо сейчас у нас бой, і якщо ми його не відставимо, то завтра буде окруження. Такого ситуації не було. І таких сил у них немає даже близько. Що действительно, як угроза є? Це провокации. Це попытка війти з зданням якогось а-ля, в кавычках, буферной зони. Про Білорусь багато про це говорять. Для того, щоб стягивати і оттягивати войска Украини на це направлення, щоб вони там були. З іншої точки зрения, це разумно. То есть вони пытаються создати давлення вообще по всім границам. То есть у Украини є огромне преимущество, що це більша країна. То есть це спасло її 24 числа, 25-26. Але одновременно і слабості. То есть це огромні границі. Це тисячі кілометрів границ, які потрібно так чи інакше охоронять. Ви не можете там ставити тільки полтора пограничника і все. Вони були якісь якісь части, якісь резерви, якісь сили, хоча б ТРО. І на це користо счет. Тому і роблять такі даже політичні заявлення. То есть у нас учення, яке объявляє Лукашенко. З іншої сторони в Курск області що-то прибуває. Ну вот, дають, дають всі всемі силами заставити Україну більше сил держати на цих направленнях. Не перекидувати їх, опять же, туди, на Лисичанск, трассу, в ці регіони. І, кстати, навіть на Харківське направлення перекидувати. На Херсонське, точні. На Херсонське направлення перекидувати для развития контрнаступлений, например. Ну вот, кстати, якщо говорити о провокациях, да, і о сдерживанні определенного количества военних на границах, які, в принципі, не можуть пока уйти, условно, на восток чи на юг, тому що треба бути на місці на случай провокції. То, що Лукашенко зараз, собственно, здає командовання юг, направляє сили операции к нашій границі, то, що заявлення о іскандерах і так далі. Собственно, модернізація армії, з оглядкою на те, що случилось после 24 числа і прочі, прочі, прочі. А можно ли рассматривать такой вариант, що в случае удачі на Донбассі россияне можуть пійти на Київ, а в случае неудачі вообще, можуть ли вони, возвращаясь і в Беларусь, як-то присоединить? Такі варіанты. І Лукашенко вот зараз к цьому готовиться? Ну, це, да, це інтересний вопрос. Скільки він дійсно здається командовання і підготовку, скільки не проти України, а проти России, насправді. Тріше, як маленька ремарка, може, для зрителей буде інтересна. Коли у них тільки создавалось ТРО, що ТРО там є. Так вот, перші учення ТРО, це ще був, по-моєм, 17-й год, що-то таке, чи 16-й год, вони проходили не на западних рубежах, а на восточних. Не все це знають. Але вони були не на границі з Польщою, а на границі з Росією. Происходить в цьому учені. Така просто інтересна ремарка. Так вот, насчет всього цих келодвижений, з їх сторони. Ну, як я вже упомянув, саме очевидно здесь, це, опять же, приковувати силу України. Но, да, якщо... Трудно це представити, але, допустим, Росія держит успіх на Донбасі. Це, відповідно, меніють взагалі все правила ігри. Тобто, вони, в перегляд, добиваються стратегічної ціли. Тобто, для них стратегічна цяка ця – це виход на дінграніці. В Луганській та Донецькій області. Тобто, вони можуть заявити о формальній побіде, яка була озвучена, декларувана, так сказати. І, звісно, це розмовляє і аппетити. Це і піднімить рівень патриотизма, одобрення со сторони їх електората граждан. Тому що, ну, смотри, ми не просто так терпіли всі ці лишення, що вас там закрили, отрезали від всього міра і так далі. І, звісно, в тому числі, повністю менює і участь Лукашенко в цій ігрі. Не забывай, що він чоловік хитрий, він би стільки власть і не усидел, якщо б мене були б хитрим. І він просто наблюдається сторони, т.е. він розуміє, що тут регіон горит, що його підрожжувала Москва, цей регіон. І він наблюдається пожаром, так, щоб він не перекинулся к нему туди. Ну, не про Білорусь-то речі лиць конкретно, а, по сути, як Білорусь, як його личний актив, його семьи. Т.е. він следить просто, щоб туди це не перекинулося. А дальше, ну, це класика стрельвятників, таких маленьких стран. Т.е. як-то попитатися потім урвати лиць свой кусок. Можна, і якщо б Росія побеждала, то конец, то він присоединіться к параду, в кавычках, победителі і т.д. Але на цей этапі, естественно, йому максимально невыгодно присоединяться. Я напомню, що армія Білорусь – це 10 тисяч солтат. Ну, там, с мобилизацией, с АПРФТРО, більше, конечно. Но именно регулярні, і те, котрі хоч як-то плюс-мінць боеспособлені, це 10 тисяч всього лише. Це речі йде не о сотніх тисячах, т.е. каких-то підготовленних контрактників. Того також близько бути там не може. Тому якого-то угрозу прямо такого нет, але тревогу заставлять держати силу України там. Ну, а його підготовка, да, це інтересний взгляд насчет того, що, можливо, він готовиться попутно, що Росія захочет отыгратися на Білорусі в случае неудачи в Україні. Якого-нибудь там победу, присоединення, там, воссоединення союзного государства в едину Росілю, що-то таке, ну, не знаю. Уже і ми ставимо це. Ну, от шутки ради, совместний превентивний удар в сторону Польщи, щоб опередити какое-то нападення, условно, да, і карту показати. Польща, у Лукашенко це звучить, даже в такому форматі, що Україна, мол, одумавшись, я не знаю, як він це видит, що вместе славянські народи будуть ще від Польщи громогласно защіщатися. Тут якась-то доля реальності, ну, якій-то конфлікт між Росія-Беларусь-Польща і вообще в якому-то другому наборі є? Не-не-не, ну, це все просто заявлення, це все, как бы, просто дым. Ну, я напомню, що він дуже не війни, ну, то есть, вот. Вот он, как там, хозяйственник, так сказать, это же называется. Міцний господарник український. Он даже когда путался на себя. Украинський міцний господарник такий. Да-да-да-да, даже когда были протесты, революция, вот, в Беларуси, он пытался надеяться, что нижки войны, это потешно выглядело. Все смеялись на него, там, с автоматом бегал и так далее. То есть, как бы, это и психология тоже. То есть, он не войн, вот, он хитрый, он человек умеет делать два шага назад, а не шаг вперед, когда это нужно, и так далее. Вот, поэтому любые вот эти такие воинственные заявления, что где-то какие-то создаются там подготовки, туда-сюда ударим, вот, карту покажу, ну, у всех смеются с этого, как раз, вот, вот, что он сейчас всем покажет, он карту принес. Вот, поэтому я не удивлюсь, что, опять же, вот, все вот эти вот сейчас мобилизация, которая происходит, как бы органично выглядит, на фоне того, что вот тут есть злое НАТО, которое готовилось на Россию напасть, и вот и бедная Россия защищает этого злого НАТО, вот, в Украине. Вот, на подшумок вот этого вот всего, он как раз мобилизует и готовит свои вооруженные силы для того, чтобы Россия не отыгралась на нем. Ну, а Польша и так далее, ну, мне сложно это представить. Ну, до речи, про другие страны, как раз про НАТО еще наостанок. З последних заяв НАТО из свежих, ну, там, звичайно, что конфликт, певный торги Туреччина, Фінляндия, Швеция, но и до глобальных таких вопросов. НАТО больше не обмежитиме размещение своих військов в Центральной и Схейдной Европе. Про это заявил заступник генерального секретаря Альянсу Мерча Джоана в интервью Агентства Ажанс Франс Прес. Раніше між Росією та НАТО діяли особливі відносини, підкріплені документом 1997-го року, в якому сторони погодилися забобігати будь-якому потенційно загрозливому нарощуванню озброєнню в Центральній та Східній Европе. Але розв'язавши війну проти України, Росія фактично підійшла відомогу в годи 1997-го року. Тому договір більше не обмежує НАТО певні в Альянсі. Як дослівно заявив Джоане, Росія зобов'язувалася не нападати на сусідів, але вона це зробила. Тож цей установчий акт фактично не діє. Ну і тут от, власне, очікувати саміт НАТО. І анонсується, що погляди НАТО будуть переглянуті і щодо Росії тепер, і щодо Китаю. Яких образів може набути ставлення військового цього блоку до цих двох країн зараз? Ну і зараз це все смішно. Говорят, що НАТО теряло смысл своє существування, і Путін фактично його подарував. Зараз вона буде зайняться своїми северними рубежами. Це не тільки у Швеції і Фінляндії. Тому що присоединення Швеції і Фінляндії, це якраз відкривається весь море, океан, в тому числі. Северний рубеж – це НАТО буде зайняться. Тобто це сдерживання Путина, в тому числі. Тобто вони чого не бояться? Вони бояться не зараз. Вони понимають, що використання якось ядерного оружію – це мінімально. Скоріше всего, цього не буде. Але вони понимають, що буде реваншизм. Це зовсім не факт, що навіть якщо Путін уйдет і його скинут, і не прийдуть більші жоскі люди. Непонятно, в якій конфигурації произойдет смена економіки у них. Тобто переориентирується полностью на Китай і т.д. Непонятно, короче. Ось багато вопросів, у них нет ответу. Обіщали дефолт – його нет. Обіщали то – нет. Говорили про імпорт-развивлення і заміщення. Непонятно, що там на черних ринках буде йти, в яких количествах, змогуть і не змогуть. Наладить производство полупроводників, чипів і всяких таких вещей. Тобто є всі різні предположення від економістів і спеціалістів, але це все предположення в той чи іній степені професіональності, але нету точних ответів. А в силу того, що немає такі точних ответів, то НАТО – це ж військовий блок. А я напомню, що по військовій логі, і якщо є навіть маленькі шанси, вони повинні готовіться, тобто підготавлюватися. Тому НАТО фактично дали втору життя, і тепер підготавлюватися для здерживання. Коли це був Советський Союз, тобто зсоветське влияние. Зараз ідеології в Росії як такої немає, як російський мир, здерживання російського міра. Але вони самі напросилися. НАТО не для цього создавалося, щоб здерживати російський мір. По сути, російський мир, показав себе максимально неадекватно, але фактично такий нацистський режим, по сути, милитаристський, страшний, диспотія такая милитаристськая. НАТО фактично уступає здерживающим щитом против этой експансії. Я напомню, що 25 числа, коли ще крах і неуспіхи були неочевидні, москву в Україні, вони ще угрожали Фінляндії. Тобто це звучить смішно, але на той момент ще було неочевидно, що у них не вдасться окружити Київ і взяти Київ, ну і так далі. Вийти к Одесі, наприклад. Вони в перші дні Большої війни угрожали Фінляндії. На офіційному дипломатичному уровню. Тому неудивительно, що також Фінляндія однозначно, одногласно, і граждані всі, які, кстати, виступили за присоединення к НАТО. Тому це втора життя для альіація, то є новий такий толчок, нові смисли. Ну, власне, стежимо тепер за цим. Багато самітів для нас важливих, для світу важливих. Європейський саміт у червні, і НАТО, і Мадридський саміт, і Мадридський, теж багато чого мають змінити. Сподіваємося, що, окрема, якось вирішиться ситуація з Туреччиною, яка так перетурговує певною мірою з такими бенефітами для себе зараз. Вам подякую, спасибі, що долучили, спасибі, що було це обговорення. Швидко час пролетів, але він військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Ну, і анонсоване, власне, вже є відеоверсія зведення нашого генерального...